Салат, нежные листья, веселый хруст, общее название целой зеленой растительной братии. Вот это приходит на ум, едва только скажешь или подумаешь о салате. Однако очень скоро другое привычное представление вытеснит исключительно зеленые ассоциации, причем во множественном числе. Ну какой такой новогодний стол только с одним салатом? Их должно быть приятное количество. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим очень простой салат, который и новогодний стол может порадовать, причем с вариациями и из очень простых доступных продуктов. Последнее особо симпатично. Однако, если вы действительно придерживаетесь данной многосалатной новогодней традиции, нафантазировать можно много чего, а для исполнения просто следовать схеме. Оливье и селедка под шубой, пусть будут, куда ж без них. Дальше один некий удивительный салат, гвоздь холодного застолья. В нем может быть что-то экзотическое, позволительное разве что по праздникам. И пара салатиков совсем лаконичных, незамысловатых и вкусных. Наш нынешний как раз из их числа. Капуста, помидоры, зелень и колбасный сыр. И кошелька не опустошит и готовится в два счета. Кстати, о колбасном сыре еще несколько слов. Вроде бы к нему мы привыкли с детства, да и сейчас вспоминаем с охотой, ностальгируя или по финансовым соображениям. А ведь и за этим продуктом целая история. Родиной колбасного сыра, впрочем, как и всех плавленных разновидностей, является Швейцария. Произошло это по воле случая. В городе под названием Тун произвели чрезвычайно много твердого сыра, реализовать который в полном объеме за короткий срок оказалось проблематично. Чтобы избежать потерь, находчивый технолог предпринял следующее. Покрошил кисломолочное лакомство и подверг плавлению. Так и получился первый в мире плавленный продукт из молока. Произошло это в середине 20 века. Собственно, колбасный сыр, да еще с копчением, появился чуть позже. Но к чему в виду? Покупайте колбасный сыр или просто на утренний бутербург, а уж тем паче, для приготовления салата. Внимательно читайте этикетку. Только твердые сыры, ну или творог, должны быть исходными в составе данного продукта. Растительные жиры не добавляют ни вкуса, ни пользы. Качественные продукты – оправдание надежды на вкусный праздник. Даже если речь идет просто о колбасном сыре. Салат с колбасным сыром. Капусту нашинковать, помять, добавить твердый колбасный сыр и нарезанный помидор. Добавить зелень и майонез можно подать как салат, а можно намазать им лаваш. Свернуть и получатся вкусные рулетики. Сразу два блюда получилось, возьмите на вооружение. А если не хочется заправлять салат майонезом, ну что ж, завтра поговорим о соусном разнообразии. До встречи завтра. С вами была Жанна Соловьева. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова